у меня насморк девчонки всем огромный привет начинай свой очередной влог только что для вас засняла покупки с магазина находка то что я купила да вот наш чек я вам показала все не знаете вот это вот быстрая съемка меня сведет с ума но они снять я тоже не могу потому что вы знаете что если ты начал снимать ты должен снимать и есть у тебя ребенок нет у тебя ребенка болеешь ты здоровый ты но ролики должны выходить хотя бы в три дня раз вот что я хотел сказать поели могут этот мармелад мне вообще он суперски суперски понравился сегодня знаете я ездила в магазин не для того чтобы вот так вот закупиться до мармелада купить еще чего-то там я просто хотел посмотреть этот магазин и в итоге что вы думаете как всегда мне это надо мне это надо мне то надо в итоге я вообще с утра поехала за мясом сегодня у нас воскресенье и сейчас покажу мясную покупку ну и как всегда тут начинается да это надо то надо носки увидела по скидке но дома почему бы не взять до детских к сожалению там нету таких поэтому ну и пока думаю моей доченьке еще рано она пока еще только лежит но как начнет ходить мы обязательно купим ей теплые носки нет что насморк я не знаю откуда и маковка тоже чихает все время но мне понравились носочки теплое это вот именно когда дома холодно зимой там в минус 30 отдел там и сидишь да кайфуешь так сказать сейчас покажу мясную покупку а вообще вот магазин выглядит вот так вот такой пакет 5 рублей стоит большой пакет у них ну принципе для большого пакета не так дорого здесь у меня мясо сейчас буду разделывать здесь мякоть говядины 320 рублей девчонки нас килограмм стоит мясо я купила на 200 вот еще 100 рублей надо перевести продавцу потому что у меня было всего лишь 2000 наличкой ой вообще мясо хорошее я хочу на гуляш оставить побольше ну и пропустить фарш где-то около 6 килограмм здесь но я думаю неплохо на месяц нам этого точно должно хватить а вообще у нас здесь конючат до конючат тихо мирно не лежат да папа баню затопил сегодня маковка будет у нас купаться купаться вода купаться будет и знаете такой запах дыма даже сюда зашел купаться будешь сегодня купаться будешь плавать купаться будет на кулика куля до купаться будет ты чистенько помытая тебе тепло уютно я даже тебя накрываю и вот так вот тебе хоть туда хочется с мамой лежать все понятно она вообще не любит лежать одна и у нас знаете день как проходит то есть я например что-то делаю да бегу к ней опять таки мы с ней опять сюсюкаемся болтаем потом опять бегаю опять опять то же самое да так у нас макулик акуля и макулик акуля макулик акуля да моя зайка думаю зайка что еще хотел рассказать себя даже показывать не буду надеюсь что на следующей неделе получится у меня пойти в парикмахерскую так сейчас я буду чем заниматься я поставлю тесто на батон у нас хлеб закончился у нас хлеб закончился макулик акуль ты хлеб будешь да папе хлеб надо испечь да батон батон так что пошла я батон печь делать тесто а потом займемся мясом макулик акуль ты покушала ты покушала где-то минут 20 она кушала такие нас ручки 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 смотрю же вот ноготочки выросли прошло в минут 10 тесто у меня для батона готово сейчас отправлю микроволновку и пускай поднимается и будет у нас вкуснющий батон ура 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 а тем временем буду заниматься мясом надо разделать пропустить через мясорубку начистить лука но все как обычно а 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 и а и Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки, всем привет! Сегодня уже следующий день. У меня даже времени не было показать, как я заготовила мясо, потому что в морозильнике битком забито. Надо уже начинать есть овощи уже декабрь, а у нас даже все стоит, так сказать. Вот, стоят также яблоки, надо пироги печь, потому что в морозильник надо опустошать. Вот здесь малинка свежая, это вот мясо, которое я нарезала для, получается, гулеша. Здесь у меня фарш, там, по-моему, 4 больших пакета, толстеньких таких. Ну, я не стала мельчить, поэтому сделала вот такие большие пакеты. Тут у меня кабачки, надо заканчивать. Короче, мне надо полностью освобождать морозильник. Здесь у меня битком забито, и в следующий раз, если мы мясо возьмем, мне ничего опять не полезет. Поэтому надо кушать, и надо и консервацию тоже кушать, компоты пить. Поэтому вчера после бани достали компот. Вот такой вот яблочный вкусный компот. Обожаю яблочные компоты, я другие пока не пью, только яблочные. На заднем фоне портится уже капоста, надо ее что-нибудь делать. Муж просит тушеную капосту. Ну и вот такой вот красивый компот, вообще очень вкусный. А там у меня дочка икает в комнате. Да, под белый шум. Пытаемся тихо, тихо, тихо. Я ей поставила белый шум. Сейчас надо убрать у мужа кровать, открыть занавески. Ну и как обычно по плану кушать, приготовить. Все как обычно. А это я с утра. Всем доброго утра, дорогие мои. Сегодня у меня такой вкусный будет овощной супчик. Я вчера, как уже сказала, купила мясо. Были кости, в морозильнике нет места. Но я решила сварить бульон. Вчера он у меня отваривался часа три на говяжьей кости. Вот такой жирненький, вкусный получился. Я вчера просто даже себе налила бульона с лучком, да, с перчиком. И вот просто бульона с хлебом поела. Прям так захотелось. Вспомнила детство. Мама всегда так делала. Так, здесь у меня что? Здесь у меня вся заморозка. Надо освобождать морозильник. И я решила приготовить вот такой вот овощной красивый суп. Здесь у меня горошек зеленый, кукурузка свежая, замороженная, кабачки свежие, замороженные, болгарский перчик, также свежие, замороженные. Также здесь у меня картофель, ну и лучок. В принципе, все посолила по вкусу. И сейчас это все у меня отваривается. Такой будет овощной, легкий, но в то же время думаю, что вкусный суп, потому что бульон очень-очень наваристый. Берите себе на заметку. Готовьте такие вот овощные супы. Ну, конечно же, если покупать, это, конечно же, дорого. Но у меня все свое, поэтому очень даже бюджетно. Тут у меня закипело мясо. Сейчас уберу пенку. Это у меня гуляшное мясо. Сейчас я его таким образом размораживаю, девчонки. Сейчас водичка выпарится. Потом обжарю тихонечко. Добавлю сюда муки, пару столовых ложек. Опять обжарю лучка и томатного соуса немножечко. Залью водичкой, и это будет у меня такой, так называемый, гуляшик из вот такой вот говядины. Она нарезана у меня соломочкой. Сейчас просто нужно убрать пенку. Я, как уже сказала, размораживаю. Вот так вот накрываю наполовину крышечкой, и оно у меня там томится таким образом. Ну, вот такой у меня сегодня незамысловатый, так сказать, но очень вкусный обед и ужин. Надеюсь, что и на завтра хватит, потому что... А, гуляши я приготовлю еще макароны отварю, потому что давно мы не ели макароны. Все, картошка, картошка, картошка. Вот я решила что-то сегодня сделать более разнообразным. Сейчас буду мыть полы. Хочу вам показать конфетки. Не могу не поделиться, да? Сейчас занимаюсь домашними делами, но хочу поделиться такой покупочкой очень вкусных конфет. Берлинга с молоком. Вот очень вообще понравились. 250 рублей за килограмм. В магазине у нас находка. Но я думаю, в светофоре тоже есть. Посмотрите, пожалуйста, если хотите вкусных конфет. Берлинга мне с молоком именно очень понравились. Еще очень вкусные конфеты 35. Вот такие вот. Со вкусом шоколада. Мне не очень, конечно, нравится. Мне нравится с ореховой начинкой. Тоже можете попробовать. Ну, классные вообще. Это муж укусил, положил. Говорит, так не клади печенье к конфетам. Никогда не клади. Потому что, кто знает, говорит, кто трогал печенье... Ой, кто трогал конфеты. Поэтому... Ну, это осталось. И поэтому сюда уж положила. Потом еще очень вкусные конфеты. Мне нравятся. Я очень люблю конфеты сухли. Со вкусом черной смородины. Шерлок. 149 рублей стоит. Очень бюджетно. Но очень вкусно. Вот такие Шерлок. Тоже, если увидите, то можете купить. Вкусненькие. А вот такие вот конфеты берлинга с шоколадной начинкой. Ну, просто шоколадные. Мне не очень понравились. Они по вкусу как горький шоколад такой. Ну, я здесь взяла вообще чуть-чуть. Это чуть-чуть совсем. Где-то грамм 200. Поэтому не страшно. Очень люблю чай пить с конфетами. Обожаю просто. Печенье больно не люблю. А вот конфеты обожаю. Поэтому... Ну, я с одной чашкой чая могу съесть одну конфету. Продолжение следует...